Да, вот это. Друзья, тогда можно немножко поближе, но все-таки соблюдая дистанцию. Хорошо. Вот новые условия, к которым мы должны привыкнуть. Мы молимся о мире во всем мире, в особенности тех странах, где, к сожалению, сейчас идут войны. И, конечно, молимся и о здравии. И вот в нашем городе, в России, во всем мире, чтобы остановилась вот эта пандемия. Вот очень важно то, что мы молимся вместе. Благословием Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 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 Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Господу помолимся. В мире всего мира, благостояния святых Божьих церквей и соединения всех. Господу помолимся. А с этим храмом всеми с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вонь. Господу помолимся. Господи помолимся. В Великом Господине, Отце Нашим, святейшим Патриархе Кирилле, честнее пресвительство во Христе Диаконстве, всепричтей людях. Господу помолимся. Господи помолимся. О богохранимых странах наших властей и воинствиях, Господу помолимся. Господи помолимся. О ежи очистите нас от грехов и беззаконий наших, иссушающим нас, любовь к Богу и к ближним. Водрузите же оную силою, действуем и благодатью Пресвятаго Своего Духа, и вкорените в сердца всех нас, прилежно Господу помолимся. Господи помолимся. О ежи, сияйте в нас и благодатью Пресвятаго Своего Духа, вкорените новую Своего Нового Завета, заповедь, любите друг друга и не себе угождайте, но о славе Божией и о создании ближнего всегда ревновати, Господу помолимся. О ежи, искорените в нас ненависть, зависть, злобу и все прочие страсти, братолюбие разрушающие и нелицемерную любовь в сияти, усердно Господу помолимся. О ежи, теплую любовь к Богу и к ближним в нас, благодатью Пресвятаго Своего Духа, распалите и тою все страсти души, телес наших, искорене сожищи, Господу помолимся. О ежи, искорените в нас страсть самолюбия, добродетель же братолюбия, силе Пресвятаго Своего Духа, вкорените сердцем сокрушенным, Господу помолимся. О ежи, не любите нам мира и всего, я же в мире, но истинною любовью Бога и славу Его и пользу и спасение ближний возлюбите. И на небеси, уготованное благая, преснозрете и искатесих вседушно, Господу помолимся. О ежи, принудите нас силою, действуя благодатью Пресвятаго Своего Духа, не то чью друзей и братьев наших, но и врагов истинно любите. И ненавидящих нас благотворите, у них молитесь, и у спасения их тща не имейте. Господу помолимся. О ежи, аминь. Господи помолимся. О ежи, поревновати нам, древних христиан, к Богу и к братьям горящей любви, и наследниками и преемниками тех быти, не образом точью, но деятельною истинною, силою, действуем и благодатью Пресвятаго Духа. Господу помолимся. О ежи, правоверие, непозыблеме в мире и союзе любви горящих и во всех добродетелях, приспевающих, нас всегда сохраните и от всех душитленных страстей, невредимым и соблюсти, силою, действуем и благодатью Пресвятаго Духа. Господу помолимся. Господи помолимся. Вы избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи помолимся. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и преснадеву мою, со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи помолимся. 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 Пусть очень. В我не помолимся. Братья, таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Божия. 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 Аллилуйя, 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 Как истинный звезд альпес под. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрыс просты услышимся тага Евангелия. От Матфея, Святого Евангелия, чтение. Речит Господь, если праведность Ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака подлежит Синедриону, а кто скажет, безумный подлежит Гиенне Огненной. Итак, если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против в тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси и дар твой. Слава тебе, Господи, слава тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, вот мы слышали чтение из послания апостола Иоанна о том, что мы перешли из смерти в жизни, потому что любим братьев. Мы слышали о том, что нелюбящий брата своего пребывает в смерти. И мы слышали о том, что мы должны полагать души свои за братьев, и что всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Как мне кажется, именно в условиях нашей жизни, в современном мире, вот эти слова действительно оправдывают себя. Потому что ведь проблема не только в том, что есть и страны, где войны. И вот потому мы с вами здесь собрались, и замечательно, что вот община Святого Гидия устраивает такие молитвы во всем мире, и все христиане должны всегда молиться о мире. Как мы это делаем? На каждом богослужении с этого мы начинаем фактически православной церкви, каждое богослужение, молитва о мире. Но мир – это не отсутствие войны, а что-то гораздо более серьезное. О каком мире может идти речь, когда вот сейчас мы паникуем от того, что вот пандемия. И потому люди ходят в магазины, купят прямо все, чтобы удержаться как можно дольше, потому что паника. А мы забываем о том, что в мирное время без даже всякой эпидемии, из всяких болезней есть люди, которые умирают от того, что нечего есть. Есть люди, для которых нет питьевой воды просто. Вот мы закупаем сейчас крупу, рис, сахар, но очень многие люди, во всяком случае, в огромном количестве, а всего этого нет в течение всего года для очень много людей во всем мире. Вот в таких условиях что означает слово «мир»? Разве это только отсутствие войны? Что нет войны и все в порядке? Я думаю, что обстоятельства нас заставляют задумываться. Совершенно более правильно и более глубоко понять слово «мир». Что такое мир? А мир как раз и есть вот эта забота у всех. Не может быть мира без справедливости. Не может быть мира, когда некоторые люди умирают совсем в нищете, а другие живут очень хорошо. Вот это не условия для мира. Забота о всех должна быть и в условиях болезни, эпидемии, то, что мы переживаем в эти дни. И, скорее всего, то, что еще впереди все-таки для нашего города и для нашей страны. Мы должны готовиться, потому что эти обстоятельства как бы насильственно в каком-то смысле ставят перед нами вопрос о смысле жизни. Но вот как раз, Слово Божие, мы перешли из смерти в жизни, потому что любим братьев. Это относится не только к войне и миру, это относится не только к справедливости в распределении все-таки мировых богатств, но также относится именно вот к такой панике, которой многие люди находятся в эти дни. Мы перешли из смерти в жизни, потому что любим братьев. Давайте, может быть, как раз в этих условиях трудности, неопределенности, никто из нас не знает, что будет завтра. Но мы знаем, что всегда есть кто-то, кто больше нуждается, чем мы, и о ком мы можем заботиться. А могут быть и такие условия, что заботиться не сможем, увы, потому что в условиях, скажем, полной изоляции, есть и такие будут, да, но точно мы можем всегда молиться. И вот почему замечательно, что мы сегодня собрались, и что вместе с нами очень многие другие дома молятся вместе с нами, именно в унисоне, зная о том, что мы здесь собрались, люди, которые по самым разным причинам не могут сами здесь присутствовать. Вот очень хорошо, они вместе с нами в этой молитве. И это мы можем повторять. И, безусловно, каждый день мы можем молиться и о мире во всем мире, и о том, чтобы Господь предотвратил и остановил вот эту страшную болезнь. мы можем молиться келейно, думая о том, что вместе с нами есть десятки, сотни и тысячи мужчин и женщин во всем мире, которые молятся о том же. И раз Господь сказал, где двое или трое соб собираются, собранные во имя Мое, вот что бы, о чем бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, вот тем более, когда и физически, и, скажем так, на расстоянии собираются десятки, сотни и тысячи людей. Давайте не будем унывать. Будем думать о том, что Господь с нами. Но достаточно только с нашей стороны пустить Его в нашу жизнь. Достаточно не забывать о том, что вокруг нас есть очень много нуждающихся, очень много болящих, и что мы должны, как минимум, о них молиться. А если имеем такую возможность, о них заботиться. Аминь. Помилуй нас, Боже, по велиции и милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи Божий наш, милостивно, як благ призри, наисокшую в любви землю сердца нашего, тернем ненависти, самолюбия и несчетных, беззаконии, люте, оледеневшую и каплю благодати пресвятаго Твоего Духа, испустив богатно оросисию, да будет плодоносно и возрастит от горящих Тебе любви корень всех добродетелей, страх Твой, и о спасении ближнего, нелепостное попечение всех же страстей и многообразных лукавств и лицемерия искоренения. Прилежно, яко всех благодателям молим, скоро услыши и человеколюбно помилуй. заповедь Твою, любите друг друга давы, Твоим ученикам, Владыку, обновисью благодатью пресвятаго Твоего Духа, действительно, в душах и в сердцах наших, да не кулиже о своей токума пользе, но всегда о благоугождении Тебе и о спасении и пользе ближних наших попеченье творите, почимся, молимся Тебе, благодателю милостивы, услыши и помилуй. Первую и большую заповедь любите Тебя, Бога и Творца нашего, от сия души, от сия мысли и крепости нашей, и вторую подобную ей любите ближних наших, яко самих себя, даровавы нам, Владыку, сам подвигны нас, делом сияй, исполняти, да Тебе, спасу нашему, гождающие, и о спасении ближних наших, ревнующие, обетованная Твоя, получим благая, яко владыце и спасу нашему, прилежно препадающие, молимся, скоро услыши и помилуй. О совершении в любви к Тебе, Боже наш, будем к ближним, нелицемерную любовь иметь, подвигни нас, Твоего Духа, благодатью, Владыку, к Тебе, Бог, любовь иметь, меняйся, брата же своего ненавидяй, ложь есть и во тьме ходит, тем же, милостиве, любовью к Тебе и к брате, распали души и сердца наши, молимся, яко милостив, скоро услыши, яко щедро помилуй. Сидзи в нас, Твою любовь, силою благодати, пресвятаго Твоего Духа, всели все щедры, Господи, да не то, чью братью и друзей, но и врагов наших, по Твоему Божественному повелению, истинно любите, и ненавидящим нас, благотворите будет, и о спасении их, искренно чатися, молимся Тебе, благости источниче, и человеколюбие пучина, скоро услыши, яко благосерд, помилуй. О, ежи милостивым оком, презрите на люди земли украинской, и сотворите ее, неприборимую отрас притворящих, молимся, милосердный Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О людях земли украинской, молимся, Господи, услыши и помилуй. О людях Центральной Америки, молимся, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Бурунди, молимся, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Буркино-Фасо, молимся, О жителях западного Камеруна, молимся, Господи, услыши и помилуй. О жителях региона Киева и Демократической Республики Конго, молимся, Господи, услыши и помилуй. О жителях региона Киева и Демократической Республики Конго, молимся, Господи, услыши и помилуй. О жителях региона Киева и Демократической Республики Конго, молимся, Господи, услыши и помилуй. О жителях региона Киева и Демократической Республики Конго, молимся, Господи, помилуй. О жителях региона Киева и Демократической Республики Конго, молимся, Господи, услыши и помилуй. О жителях региона Киева и Демократической Республики Конго, молимся, Господи, услыши и помилуй. В жителях региона Минданао, на Филиппинах, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. В жителях северного Мозамбика, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. В жителях земли Нигерии, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. В жителях земли Нигерии, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. В жителях центрально-африканской республики, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Синегала, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Синегала, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Синегала, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Синегала, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Синегала, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Синегала, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Синегала, молим тебя, Господи, услыши и помилуй. О людях земли Синегала, молим тебя, Господи, посмотри и помилуй. О освобождении всех похищенных на Ближнем Востоке и повсюду в мире, молимся, Господи, услыши и помилуй. Господи, 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 Господи и помилуй. Давы заповедь Твою нам, ежелюбите Тебе, Бога, нашего и ближнего Своего, сотвори до ненависти, вражды, обиды, мздуимства, кровопролития и прочее беззаконие прекратятся. Истинная же любовь да царствует в людях всех земель сих, молимся Спасителю наш, услыши и милости напоминуй. Услыши, не Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли, сущих море далече, и милости в милости будет Владыков гресет наших и помилуйны. милость Твою человека любить Бог и си, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и приясной, во веки веков. Аминь. 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 Господи, поболимся. О, Господи Божий, Владыка жизни нашей, Ты по благости Твоей сказал, не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился живбыл. Мы знаем, что это смертоносная язва, которую страдают тысячи наших братьев и сестер во всем мире, и есть и последствия наших грехов и беззаконий. Мы знаем, что по делам нашим мы заслужили тягчайшее наказание, но человеколюбче, поступай с нами не по грехам нашим, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти нашей, избави нас от всякой скорби и болезни. Дай всем болящим силы, чтобы они терпеливо сносили болезни и по исцелении от нее обратились всем сердцем, сию душою и всеми своими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю нашему. И живы были для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия родных, для своего благополучия. Господу помолимся. Господи Божий наш, услыши с высоты святаго Твоего престола нас, грешних и недостойных рабов Твоих, благость Твою, грехами Своими прогневавших и милосердие Твою удаливших. И не взыскуй с рабов Твоих, но отврати страшное бедствие, нас постигшие. Удали меч Твой невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих. Не обрекай на смерть и души наша в покаянии прибегающих с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу милосердному, мольбами внимающему и исцелений подающему. Ибо Тебе принадлежит милость и спасение Божий наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и приясно и вовеки веков. Господу помолимся. Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты, Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействующий спасению всех под мощным Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа Царица и Владычица, пребывающих в напастьях, скорбях, болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленную душою и сокрушенным сердцем, и имеющий твердую надежду в Тебе на избавление всех зол. Всем полезной даруй, и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты, Божественный покров рабам Твоим. Господу помолимся. Господь наш Иисус Христос, Ты обещал Своим апостолам, что будешь присутствовать там, где двой или трой собраны во имя Твое. Ты сказал, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Мы собраны здесь во имя Твое, просим Отца Твоего Небесного остановить распространение коронавируса в нашем городе, в нашей стране и во всем мире. Предотвратись заражения новых людей и сохранить здоровье всех. Даровать смирение и крепость болящим, исцелить их и сохранить их жизни. Утешь их родственников и друзей всех жертв. Помиловать умерших, простить их грехи и даровать им спасение и вечную жизнь в своих обителях. Просим Тебя, Божий человеколюбче, не спаслась мудрость правителям, силы и терпение врачам и всем, кто заботится о болящих. Согласие и взаимопомощь всем, кто борется с этой болезнью во всем мире. Ты, оба владыка, предлежащая всем нам во благое, изравняй покой в своей потребе, плавающим сплавой, путешествуй, не идущий из цели врачу душ и телес. Благодатию щедротами и человеколюбивней до народного Сына Твоего, с ним же благословен и си, со присвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и вовеки веку. Глава и Ваша, Господи, Ви преклонитель. Глава и Ви, Господи, Ви, Господи, Ви, Господи, Ви, Господи, Иисусе Христе Божий наш, молитвей всепречистия, владычица нашей Богородицы Преснадевы Марии, силой честнага и животворящего Христа, престатой честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и святых апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных Богоносных Отец наших, и живосвятых Отец наших и селенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живосвятых Отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца, святых равнопостных Мефодий, Кирилля, учителей славянских, святых равнопостных Великого князя Владимира, Великой княги Ольги, и живосвятых Отец наших, всея России чудотворцев, Михаила, Петра, Алексея, Иона и Филиппа, и Армагена, святых и правильного Бога Отец, Иоаким и Анны, святых бесстрельных чудотворцев, Космы и Дамьяна, и все святых, благоприятную сотворим молитву нашу, даруй нам оставление и прегрешение наше, покрой нас кровным крылу Твоею, отжени нас, всякого врага и супостата, умири в нашей жизни, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человека люби. Примудрус, присвятая Богородице, спаси нас, слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе, Христос, истинный Бог, наш молитвы и причистия Своей, я, Матери, святых славных, святых бесстрельных чудотворцев, Космы и Дамьяна, и все святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека люби. Слава Тебе, Возвеличите Господа со мною, и вознесся в небе его в тупе, Господа и услышанья, и от всей царты моих избавия, приступите к Нему и просветитесь, и лица ваша не воспитаться, все нищего зла и Господь услышали, и от всей царты его спаси. Пополчится ангел Господь, и от всей царты его спаси, и от всей царты его спаси. Пополчится ангел Господь, и от всей царты его спаси, и от всей царты его спаси. Пополчится ангел Господа со мною, и от всей царты его спаси, Песня. 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 Этой осенью 9 человек из нашей общины погибли от нападений каких-то не очень понятных террористических групп. И когда мы останавливаемся в этой молитве, мы, может быть, действительно лучше можем поднять взгляд и научиться не жаловаться, не думать о себе, не страдать, как сказать, за себя, а перейти от этих жалоб к любви, к молитве, к надежде, к пониманию, что Господь с нами, и на Него мы можем уповать, и Ему мы хотим молиться. Поэтому спасибо всем большое. Спасибо, Света, и спасибо всем, кто пришел. Я думаю, что столько, а может быть, и больше людей сегодня молились вместе с нами дома. Мы соединили к молитве о мире, который вот каждый месяц организует общество Егидия, соединили и молитву о том, чтобы Господь остановил вот такую язву, вот эпидемии коронавируса. Это мы будем продолжать делать в нашем храме, раз в неделю молиться именно об этом. Мы не знаем, будет ли возможно все-таки собираться в храме или нет, но мы объявим, значит, какой день и в какой час будет эта молитва, и вы можете из дома молиться, имея полный текст этой службы, и таким образом мы действительно молимся вместе, хотя и на расстоянии. Есть и такие будут условия. Храни вас Господь, ангелы-хранители в пути. Всего доброго.